Этим летом Ледовый дворец впервые закрыли на два месяца. С 1 июня по 1 августа в нем проводился косметический ремонт. Помимо обновления раздевалок, технических зон увеличили и спортивный функционал. Во дворце появились зал хореографии и центр хоккейного мастерства. Теперь два зимних вида спорта – хоккей и фигурное катание – не будут пересекаться. Левое крыло отдали фигуристам, а правое – хоккеистам. Вместо старого и тесного хореографического зала появился новый и очень просторный класс с большими зеркалами и удобным покрытием для изучения прыжков и поддержек. В школах хоккея и фигурного катания на данный момент занимается более 650 ребят. За время ремонта обновлены и инженерные системы, установлено новое освещение. А также модернизированы обе ледовые арены – основная и тренировочная. Рабочие восстановили бетонные основы под ними и установили особо прочные бортики, отвечающие европейскому стандарту. Дворец в эксплуатацию сдали в 2001 году и никаких серьезных работ здесь до этого не проводили. Он уже морально и технически устарел. Поэтому мы запланировали свой ремонт по следующему принципу, что мы изначально постарались сделать все так, чтобы мы могли вовремя открыть занятия детей и уложиться в два месяца, чтобы не сорвать учебно-тренировочные сборы. Центр хоккейного мастерства заработает на площадке Ледового дворца с 1 сентября. Он поможет улучшить свои спортивные показатели и профессиональные навыки хоккеистам, как опытным, так и новичкам. Для этого центр будет оснащен специальным тренировочным и диагностическим оборудованием, произведенным в Словакии. Мы создали зал для так называемого центра хоккейного мастерства, что на самом деле бывает только в профессиональных клубах, когда на спортсмена, на ребенка начинающего или на уже подростка, который показывает приличные результаты. Вешают датчики и после тренировки он может посмотреть, где и какие у него западания, где он в прорыве. Буквально в компьютерной программе, через определенную программу можно развивать то или иное качество, ставить бросок или технику катания. Очень серьезное оборудование, которое здесь находится, оно позволит повышать уровень мастерства наших хоккеистов. Как отметил Андрей Иванов, в будущем сезоне на объекте появится зал общей физической подготовки, которого раньше не было. Кроме того, откроется сухой зал для юных спортсменов-фигуристов. Укрепление тренерского состава школы и обновление материально-технической базы являются ответом на запрос жителей города и всего Одинцовского района, среди которых данный объект пользуется большой популярностью.